добрый день дорогие друзья сегодня довольно таки неожиданный выпуск посвященный к новой книге квентина тарантино киноспекуляции вот она почему я решил записать этот ролик потому что на самом деле эта книга меня очень сильно впечатлила я наверно могу сказать что это одна из лучших книг по кинопублицистике и вообще наверно про кино которых наверно не так много ну принципе жанр этой книги но он фикшен но на самом деле знаете она написана не совсем так как пишет обычная так такой формат потому что тарантино остается тарантино это невероятно тарантиновская книга даже несмотря на то что она по сути является такое жанр далеко не художественные но несмотря на это квентин не потерял свой голос в чем наверное главные достоинства этой книги то что отличает ее от других это что делать и они невероятно увлекательны я просто зачитывался этой книги я бросил все бросил писать свой сценарий бросил сделать все там ролики и тому и все что все дела отбросил и с большим удовольствием читал эту книгу. Потому что, как я говорил, да, в первую очередь она отличается тем, что обычно стараются как-то в третьем лице рассказывать, да, о кино. А здесь все-таки идет рассказ именно от первого лица. И сама книга представляет собой сборник по сути таких небольших статей, очерков, в которых Квентин рассказывает про любимые фильмы детства. Он рассказывает, как он ходил в кинотеатр, будучи девятилетним ребенком, маленьким мальчиком Кью, как его называла мама. Это на самом деле очень увлекательный рассказ, потому что он открывает занавесу того, как Тарантино вообще стал Тарантино. Когда вы знаете, вы, наверное, все знаете эту знаменитую фразу «я не ходил в школу, киношколу, я ходил в кино». И мы думаем об этом как о том, что, типа, якобы чувак учился по фильмам великих мастеров. Это действительно так. Но на самом деле эта фраза намного глубже, чем кажется. Потому что Тарантино не просто ходил в кинотеатр, он ходил в битком набитые залы и по людям изучал реакцию на фильмы. И на самом деле это одна из важнейших вещей. Это то, что реально я считаю, думаю, возможно, это действительно так, но я предполагаю, что сделала Тарантино Тарантино. Мы часто говорим, обвиняем Тарантино в популизме, что он, возможно, в какой-то мере логично. Это, наверное, самый известный, самый эпатажно-авторский режиссер, который при этом собирает хорошую кассу даже с этой точки зрения. Но в первую очередь хочется сказать, что вот это вот изучение зрителя в кинотеатре и то, как Тарантино передает это в своей книге, это восхитительно. Одна из важнейших задач режиссера — понимать, как мыслит зритель, смотреть свой фильм как зритель. И это как раз то, что, наверное, отличает фильмы Тарантино, и действительно он в этом хорош. И вот этот навык он приобрел благодаря тому, что он очень много смотрел кино, очень много ходил в кино. И смотрел с другими зрителями, изучал их реакции с самого детства. Наверное-таки это сформировало его вкус намного сильнее. И это именно та вещь, о которой он говорил, что я не ходил в киношколу, я ходил в кино. И эта вещь, как раз таки, наверное, является определяющей, как я уже заметил. В общем, здесь и стоит сказать, что я говорил о личном языке фильм этой книги, который на самом деле это, я даже не могу назвать это книгой, это, скорее всего, такой документальный фильм Тарантино, что он много рассказывает о своем детстве. И делает он это увлекательно со своей типичной харизмой. Это очень тарантиновская книга, и стоит поблагодарить переводчика Сергея Козина за великолепный перевод. Потому что Квентин – это язык эмоций. Квентин – человек, который за словом в карман не лезет, он не знает никаких авторитетов. Он здесь разбивает самого Скорсезе за таксиста. Кстати, это единственный фильм в этой книге, который я смотрел. Он разбивает таксиста за то, что на самом деле, я думаю, это довольно известная история, что темнокожие должны были сниматься, быть главными антагонистами. И сутенер, который, Щегол, которого играет великолепный Харви Кейтель, должен был быть темнокожим. Там была забавная история, что Пол Шрейдер, культовый сценарист и автор сценария таксиста, ему, то есть, студия не хотела темнокожих использовать людей, боялись беспорядков. 76-й год, довольно-недовольно такое время сложное, даже не 76-й, сценарий вообще не 72-й написали. И, в общем, и Полу Шрейдеру дали задание найти белого сутенера. И Пол Шрейдер обошел весь Нью-Йорк и не нашел белого сутенера, потому что его в природе не существует. И Квентин очень сильно злился на этот счет, что считал, что эти риски студии были завышены. И он вообще очень Пола Шрейдера весь, всю свою книгу дико поносит, на самом деле. И это довольно-таки забавный факт, что Квентин остается собой. Это человек, такой, я бы сказал бы, очень принципиальный. Человек, который всегда снимает только то, что ему нравится, потому что он, в принципе, считает себя главным зрителем своих фильмов. И это удивительный момент. И я, наверное, сейчас бы хотел зачитать одну фразу, которая лучшим образом Квентина характеризует. И вообще, мне кажется, это одна из лучших цитат книги, наверное, цитат Тарантино. Однажды, когда я работал в видеомагазине и видеоархив на Манхэттен-Бич, я завел разговор с другими сотрудниками о том, какое кино хотел бы снимать и что хотел бы показывать в своих фильмах. И привел в пример начало Матадора Альмадовара. И мне сказали, Квентин, они тебе не позволят. На что я ответил, какие нахуй они? Пусть катятся в пизду. Тогда я еще не был профессиональным режиссером. Я был самоуверенным, заносчивым киногиком-всезнайкой. Но когда я все-таки дорос до настоящей работы в кино, я ни разу не позволил им меня остановить. Зрители могут принять или отвергнуть мою работу. Счесть ее хорошей или плохой. Или наплевать и пройти мимо. Но к своему кино я всегда подходил, не страшась исхода. Это бесстрашная часть моей природы. В конце концов, кому какое дело, это просто. Кино. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ